Если снаряд хорош, использовать его должны все. Вопрос в чем? Почему не применяют? Потому что негде попробовать поработать на настоящем и профессиональном хорошем снаряде. Макевар хороших нигде нет. Обычно все это самоделки. Все каратисты говорят о макеварах, делают их сами. У всех они разные. В итоге нет общего понимания. И поэтому все боксеры смотрят со стороны их и говорят, не, ну, ребята, мы этими самоделками заниматься не будем. Нам нужен профессиональный снаряд. Хороший. И это вполне возможно. Вот она макевара. Макевара комертва. Но можно сделать и самому. Просто важно понимание. Любой боксер, попробовавший поработать на хорошей, правильной макеваре с пружинищными свойствами, понимает, что вещи-то абсолютно незаменимы. Одна из самых лучших боевых систем, созданных за всю историю мира, это классический английский бокс. Это великолепная система боевая. Одна из самых лучших. Самых лучших. Может быть, даже самая лучшая она была бы, если бы в ней присутствовало то, чего в ней нет. В ней нет методики закалки кулаков и рук. Что отличает файтера, настоящего файтера, от даже хорошего боксера? Очень часто у боксеров нет то, что у файтера просто должно быть всегда. Это оружие, самое настоящее. У боксера, они почему себе часто разбивают руки, вывихливают себя в запястье, сломают кулаки, потому что кулаки у них защищены экзоскелетом. Они замотаны бинтами, снарядными перчатками или перчатками закрыты. И получается, что кулак, он сам по себе не оружие. Это просто некая култышка, которая сверху обработана так, пластырем или чем-то еще, чтобы кулак не повредить. То есть, для кулака созданы искусственные условия. Это все равно, что руку загипсовать, а потом идти этой рукой драться. Перед каждым боем, особенно перед реальным уличным боем, делать этого не будешь. Не будешь руку гипсовать. И не будешь ее заматывать постоянно. Потому что бой может произойти всегда и где угодно. Вот у боксеров часто этого оружия нет. Они могут быть прекрасными бойцами в ринге. Они и на улице получаются прекрасные бойцы. Но они часто самотравмируются. У них возникают травмы сильнейшие из-за того, что кулаки у них рыхлые, они не готовы к жесткому сопротивлению. Обломк противника, облокоть. Нет. У файтера же должно быть оружие обязательно. Вот современный фехтовальщик, да, там на рапирах или шпагах, он обладает прекрасной филигранной техникой. И наверняка победил бы любого какого-то фехтовальщика со средневековья на учебных шпагах. И на настоящих победил бы тоже. Но если бы он попробовал бы заколоть его учебный, ничего бы не получилось, да, почему? Потому что ему надо дать в руки настоящее оружие, чтобы он стал по-настоящему опасен, смертельно опасен. А этого нет. Вот и боксер, он получается, он эффектует учебной рапирой. Ей можно захлестать на смерть, да, противника. Там, если нет волосы, забрала, кераса, это может произойти. Но всего-то навсего. Стоит дать ему настоящее оружие, он становится смертельно опасен. Вот и боксеру, если дать руки, это каламбур, конечно, настоящие боевые руки, то есть хорошие кулаки закаленные, он станет настоящим файтером, уличным файтером в том числе. Он будет обладать настоящей боевой системой, потому что в любой боевой системе должно быть оружие. Оружие. Если оно есть, то это настоящий боец, а не спортсмен. Не просто спортсмен. В одной из лучших школ современного бокса, это кубинская школа бокса, в любом боксерском зале стоят мотивары. Уже давно, более 50 лет, они все это дело практикуют. А на кубе выращивают. Одних из лучших в мире боксеров вообще. Самым сильным и хорошим ударом. Вот там это прижилось. А почему не прижилось у нас, это непонятно. Хотя боксеры многие, многие, которых знаю, в том числе и я, они на макеваре занимаются. Потому что однажды кто-то им это показал, кто-то дал это попробовать. Лично ко мне на семинары боксеры приезжают довольно-таки часто. И у меня есть группа, где занимаются боксеры. Они все говорят одно и то же. До тех пор, пока мы не попробовали работать на макеваре, мы не понимали, что такое по-настоящему жесткий и мощный пробивной удар. Да, многие из них даже были накультерами, но в основном по голове, а в корпус мало кто мог с действительным противником положить одним ударом. Обычно это получалось либо в темпе боя, то есть когда на противоходе, либо противник совсем открыл печень или что-то еще, с желудок, например, да, ну и все. И тогда получалось, два-три раза поплав в одно и то же место нокаутировать противника. То есть первый раз слегка пробил печень, потом несколько раз туда добавил, и все, противник лег, не может продолжать бой. Такое бывало. Но чтобы положить одним ударом, это дано не всем. И вообще показателем для настоящего боксера, хорошего боксера, это является нокаут в корпус. Вот Макевара, она позволяет такой поставить удар, чтобы нокаутировать, можно было в корпус одним ударом. Если попал, то нокаутировал точно. Ни один, составляет другой, не дает такой именно постановки. Макевара дает. Более того, вот данная конструкция, да, Макевара с отбойником, она позволяет добиваться стабильности в ударной технике. То есть каждый раз, добивая до бойка, можно понимать, что все удары одинаковые, они разные. Когда на мещере работаешь, этого не понять, потому что один удар может быть сильнее, с другой заслабее, а перчатки по межку щелкают с одинаковым звуком. Здесь же не добил слабый удар, добил достаточный силный прием. И можно контролировать каждый прием абсолютно, добиваясь стабильности в технике. Это важно. Почему? Если стабильности такой нет, это все равно, что пистолет, заряженный разными патронами. Один холостой, другой со срезиновой пулей. Там третий патрон, боевой, потом опять холостой. И все они вот так в барабан засунули, дррррр, крутнули, и непонятно, где какой. В итоге получилось так, что, да, реально, в бою противника достал, попал, точно попал, в печень. А патрон оказался холостой, не боевой, и ничего не получилось. Обидно. А второго такого шанса может и не предоставиться. На макеваре же отлично получается все. То есть, если вы это дело поставили, если вы по противнику попали, у вас стабильно поставленный прием, стабильно пробивной, вы положили противника с гарантией на 100%. Очень часто слышу следующее, что макевара стоит на месте, стационарно, что на самом деле такой ситуации не будет никогда, и что ставить удар на макеваре это все не то, это незачем, это не нужно совершенно. Потому что динамики боя все будет в другом. Те, кто говорят так, они, видимо, на снарядах вообще не работают. Дело в том, что есть снаряды такие, как на стенке подушка боксерская, или тяжелый боксерский мешок. Те тоже стоят на месте, и никуда не двигаются, но никто не говорит, что это вещи не нужны, они необходимы просто. Боксерский мешок, если сильно тяжелый, килограмм 100-150, он тоже качается на месте, чуть-чуть, там амплитуда 15 градусов, это максимум, максимум, который может быть. И макевара отклоняется на 20 градусов, условно говоря, да, она не качается в сторону. Но и мешок тяжелый, боксерский, тоже раскачивать не надо, но он набит жестко, чтобы он оставался на месте. Поэтому это мнение, что макевара на месте стоит, поэтому она не нужна, совершенно неверное. Более того, около макевары можно перемещаться точно так же, как около боксерского мешка. Не обязательно встать на месте, как в статуе, и бить с одного места. Можно перемещаться точно в такой же технике, как при работе на мешке. И делая и сайдстепы, и сходы в сторону, и приближения, и отходы, все что угодно, на скачке работать, как угодно. По сути своей, вообще макевара очень сильно напоминает боксерскую подушку на стену. То есть для боксеров она ее заменяет абсолютно полностью, только это более совершенная, гораздо более лучшая боксерская подушка. В разы. С большим функционалом. В чем это проявляется? Это проявляется в том, что она более динамична, и она способна наращивать силу своего сопротивления по мере того, как в нее заглубляется кулак. Вот если висит на стене подушка боксерская, удар в нее, ну сколько туда войдет в нее кулак? Сантиметра 2, 3, 4, может от силы 5, все определяется тем, насколько она мягкая. Именно этим качеством, насколько она мягкая, а не насколько она упругая и как она сопротивляется. Больше того. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok